Добрый день! С вами Дергачев Инсайт. Сегодня мы попросили с нами поговорить Гасана Гусейнова, доктора филологических наук, профессора высшей школы экономики до сентября 2020 года, ныне нет, и человека, который назначен главным русофобом России. Добрый день, Гасан! Большое спасибо, что согласились поговорить с нами. Добрый день! Спасибо за приглашение, но, к счастью, не главным, а только пещерным. А, пещерным. Давайте тогда все-таки всю линейку объявим. А кто главный-то? Трудно сказать. Там в этом списке очень много выдающихся людей. От Сороса до какого-нибудь Чубайса. А у меня очень скромное звание. Это что-то вроде младшего лейтенанта русофобии. Скажите, пожалуйста, главный вопрос на самом деле, почему я просил вас поговорить, это то, что сейчас все как один говорят, мы не понимаем, что произошло. Мы не понимаем, почему Путин напал на Украину. Мы не понимаем мотивы. И вы тут пишете и говорите, что я понимаю это и вижу до самого дна. И что Путин ведет войну на уничтожение не только Украины, но как государства, но и украинства. Я прочитал вашу статью 1992 года. Потрясающе интересная статья. На мой взгляд, главный ее недостаток, что она очень короткая. То есть там только разбежишься и уже, собственно говоря, все. Но вы там прямо говорите, что Украина имела такие же права, собственно говоря, исторические на Русь, на наследие Руси, как и Россия. Что, ну, то есть вот здесь весь корень, скажем, проблемы, да, то есть это что, действительно люди пошли убивать других людей, потому что они должны быть младшие, они с этим не согласны. Понимаете, аргумент, который выдвигает сейчас руководство Российской Федерации, состоит не в том, чтобы эти люди были младшими при каких-то других старших, а состоит в том, что этим людям говорится, вы – это мы и есть. Просто вы этого не понимаете. Вы не понимаете, что у нас есть одна Россия, в которую вы входите, всегда входили в качестве младшей части, и мы должны восстановить историческую справедливость, проглотив вас. Вот аргумент. То есть вы, вас от нас незаконно отторгли, поэтому, по этой причине мы восстанавливаем законное единство вот этих двух народов, а потом трех народов, да, Беларусь, Украина и Россия. Что это предполагает? Это предполагает убежденность людей, которые принимают решения, в том, что они знают, как правильно, за всех других людей, за десятки миллионов людей, и они хотят восстановить то, что они считают исторической справедливостью. А для восстановления того, что они считают исторической справедливостью, можно пренебреть жизнью людей, в том числе миллионов людей. И самое главное, что эти мысли Путин высказывал и 10 лет назад, и 15 лет назад. Он же, так сказать, всерьез сказал, что нам не нужен мир, в котором вот эта Россия, которая в его фантазии существует, в которой ее не будет в этом ее виде. Он просто это сказал, произнес эти слова. «На миру и смерть красна». То есть ради того, чтобы такой мир учредить, мы готовы покончить с собой, как с государством, как с десятками миллионов людей и так далее. Поэтому вот вторая сторона этой убежденности в том, что украинцев никаких не существует, как отдельной нации, а существует только Россия. И эта Украина, отторгнутая от нее часть, у этой идеи есть вторая сторона, как ты будешь этого добиваться любой ценой. Вот что он говорит. Он это сказал Макрону буквально вчера или там третьего дня. Он это говорит Шольц, он всем говорит это. В психологии это называется сверхценная идея. То есть эта идея, которая овладевает человеком, он идет, так сказать, до конца ее реализуя. Причем до физического конца. Поэтому в этом смысл сравнений этой политики с политикой Гитлера. Потому что Гитлер в конце концов вот разочаровался в своем народе, сказал, что да, народ оказался не на высоте тех требований, которые мы, национал-социалисты, перед ним выдвинули. Не смог, не захотел завоевать остальной мир, проиграл. И да, вот действие. Другое дело, что у Гитлера не было атомного оружия, а у современной России есть. Вот вся разница. Ну, ведь Путин, его окружение, олигархи, это же клептократия. Они никогда не отличались какой-то фанатичной идейностью. То есть это люди, которые воровали деньги, обиделись на то, что им не дают возможности эти деньги совершенно спокойно предъявлять на Западе. То есть, или он просто загнал себя уже, скажем так, в такую невозможность отступить. Но это же абсолютно были прагматичные воры. А в какой момент они стали идейными самоубийцами? Я думаю, что наше такое общее впечатление о, так сказать, прагматичности такого воровства обманчиво. И я уверен, что вы тоже сталкивались с таким презрением к людям, которые критиковали вот всех этих новобогачей. И это презрение слышалось в словах, ну, ты просто завидуешь, ты просто не смог такие деньги сделать. Ты даже заработать не можешь одну миллионную часть того, что эти люди на самом деле подняли. Да, вот такие речи мы слышали все время. Но в действительности... Я прошу прощения, цитата сразу, как один из олигархов сказал. Те, у кого нет одного миллиарда долларов, пусть идут в жопу. Да, 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 совершенно верно. Это вот тот, который прятался какое-то время во Вьетнаме, потом я сейчас забыл его фамилию. Это не имеет значения. Но мы одну вещь не учитываем здесь. И в этом смысле вот этот прагматизм мы преувеличиваем очень сильно. Потому что, когда мы смотрим внимательно, наблюдаем внимательно за образом жизни вот этих так называемых олигархов, как мы теперь понимаем, людей, которым политический режим Путина обеспечил наибольшее благоприятствование, мы видим в их поведении очень много инфантильного, предельно инфантильного. Много такого, что взрослый человек постарался бы как-то скрыть, по крайней мере. Потому что мы знаем таких людей, которые сделали очень быстро огромное состояние. Билл Гейтс. У Билла Гейтса нет этих яхт, каких-то бессмысленных футбольных клубов. Все его, так сказать, сверхдоходы вкладываются в гигантские наднациональные программы здравоохранения, науки. Илон Маск там куда-то летает в космос. Те люди такого склада, которые за короткое время, за 10-15 лет сумели заработать, или их умом образовались вот эти гигантские капиталы, когда это взрослые люди, сознающие свою человеческую ответственность, они львиную долю вот этих сверхдоходов тратят не на виллы, не на какие-то многочисленные дома в разных частях света, не на яхты, а на благотворительность. Вот этого у этих людей совершенно нет. То есть у них тоже бывает благотворительность. В том, их вынуждают там что-то платить каким-то чиновникам, каким-то там охранникам они должны, естественно, платить, потому что иначе их съедят и так далее. То есть все это люди глубоко невзрослые. Это в каком-то смысле целая послойка инфантильных неврастейников, которые ждут, когда же придут и когда их заставят отдать то, что они получили. Поэтому они создают, постоянно создают у самих себя ощущение, что они персонажи фильмов. Они персонажи фильма о Джеймсе Бонде, они персонажи каких-то комедий, но ни в коем случае не персонажи триллеров, каковыми они являются на самом деле. Поэтому мы не имеем дела с какой-то когортой хитроумных правителей, каких-то замечательных экономически необыкновенно одаренных людей. Ничего этого нет. При первом же настоящем испытании все это лопается. Мы видим, что происходит с экономической бездарностью этих людей. Но кто создает какой-то фонд национального благосостояния на черный день, когда этот черный день наступает в виде пандемии, они говорят, нет, еще черный день не наступил. Но вот сейчас он наступает в результате их же политики. И вдруг выясняется, что никакого фонда просто нет. Потому что он или арестован где-то, или он обесценился, или это золото, которое нигде нельзя продать. То есть это абсолютно явление такого сказочного Кощея Бессмертного, а вовсе не прагматичного олигарха или какого-то прагматичного богача, который где-то может что-то припрятать. Вот в этом драма. И в этом опасность для обычных людей. Потому что мы совершенно не знаем, как поведут себя эти люди в острой ситуации. А в острой ситуации сейчас, вот сейчас у нас острая ситуация у всех, у всего мира сейчас острая ситуация. Весь мир говорит, мы не предполагали, что он настолько безумен, что он безумец, который действительно двинет, что это все не игра, не пугание, что он двинет войска, что он будет терять по тысяче человек каждый день, своих солдат, которых ему абсолютно не жалко, что он будет убивать других людей, то есть с другой стороны. Ну и что? Да, вот не предполагали. Вот теперь мы с этим дело имеем. Хорошо. А какой выход? Что делать дальше? То есть вот у вас есть какая-то, хотя бы отдаленное, скажем так, представление о том, что делать дальше? Вы знаете, у меня есть, я вообще, так сказать, атеист и агностик, но я знаю, что в марте будет еврейский праздник Пурим, посвященный как раз, так сказать, в основе этого праздника представление о том, что страшный, суровый тиран потерпел поражение, унизительное поражение. Вот это первая моя мысль, так сказать, первое совершенно такого религиозного свойства. Если бы я был действительно религиозным человеком, я бы каждый день усердно молился за то, чтобы это так случилось. Что касается национального выхода, то не очень понятно, кто вообще может воздействовать на этого человека конкретно, на виновника всех этих проблем. И не исключен вариант, что вокруг него оказались люди, которые ввели его в заблуждение относительно способностей и возможностей российской армии. И здесь есть некоторые, скажем так, некоторые ожидания, маневра внутри этого противостояния и появление людей, которые кого-то из них, так сказать, отдалит от власти тем или другим способом. Потому что один человек может быть безумным, рядом с ним еще двое, трое могут быть безумными, но кто-то четвертый уже не будет безумным. И его действия в нужный момент окажутся спасительными. Но никаких других представлений у меня нет. И у меня огромное сожаление от того, что главной пассивной силой в этом противостоянии с миром, потому что это уже противостояние с миром, а не только с украинством, является население Российской Федерации, которое совершенно никакой, не испытывает никакого сострадания к украинцам, никакой жалости к своим собственным солдатам. И вообще говоря, испытывает, переживает за то, что вот цены поднялись, там рубль упал, вот непонятно, как нам отдыхать в этом году, как 8 марта справить. Я получил несколько приглашений на Масленицу. Ну, люди не знали, где я физически нахожусь, но, тем не менее, вот такое безумие, скорее, безумными я бы назвал людей, лишенными, так сказать, не только эмпатии, сострадания к другим, но и трезвого самопонимания, вот такой трезвой самооценки, что мы делаем. Поэтому, если все будет продолжаться так, как оно идет, то, конечно, вот такая изоляция России, и она вполне возможна, и она рано или поздно кончится каким-то внутренним взрывом, но не таким, который охватит всю страну, как мне кажется, а только внутри правящего класса что-то произойдет. Других сценариев я, откровенно говоря, не представляю. Я не вижу потенциала в обществе, не вижу готовности массово выйти на улицу, как это было в 2011-2012 годах. Последний раз это было, по-моему, в 2018 году или в 2019 году, когда мы выходили на большие, так сказать, разрешенные демонстрации в Москве, в Питере, в других городах. Но все это было довольно слабо. И доказательством этой слабости является беспомощность общества хоть как-то отреагировать на то, что случилось с Алексеем Навальным. Мы в последнее время видим, слышим, что это имя почти не звучит. Никто ничего не помнит, куда отправили человека, за что, ни за что, ни про что. И это одно из доказательств того, что общество, в общем, безразлично. И это коррупция, все к ней более-менее приспособились. Безразлично самовластие. Общество атомизировано до крайности. И в этом смысле готово к каким-то новым экспериментам над собой. Кто будет проводить этот эксперимент, непонятно. Вы сейчас говорите о широко обсуждаемой возможности вот этой самой табакерки в голову, когда вы говорите о том, что что-то может произойти только в правящем классе. То есть, ну, на самом деле, вот я разговаривал, мои собеседники, мало кто в это верит, возможность такого переворота сверху. То есть, а в переворот снизу вы не верите. Я не верю, потому что людей напугали даже чем-то, в общем, не очень серьезным с точки зрения молодых людей. Мне 68 лет. Я с трудом представляю себе, что люди моего возраста, так сказать, как-то массово вышли бы на улицы. Но в 2011-2012 годах выходили именно люди моего возраста. Понимаете? Молодых было очень мало. Впервые молодые появились на улице, когда появился Навальный. Вот тут действительно эти демонстрации против... Тогда был Медведев, по-моему, да, вот все эти уточки, ботинки, которые закидывали на фонарные столбы. Такая была вот либерализация, так называемая Медведевская либерализация. И они увидели, что они, то есть власть имущие, увидели, что люди выходят и задавили этот протест, напугав через школу, через родителей, напугав детей, напугав родителей, унизив целое поколение молодых людей. И вот из этой униженности молодое поколение не вышло, потому что власти обладают сверхвозможностями пропаганды и манипуляции общественным мнением. Такой силы пропаганды не было у Сталин. И эта пропаганда чрезвычайно эффективна, потому что она действует через, если угодно, подсознание людей. Вся вот эта телевизионная картинка, которую люди видят, это картинка заголения, такого постоянного эмоционального обнажения. Вот я искренне это говорю, вот я так думаю, я так чувствую, я говорю о своих эмоциях. И этому невольно верят люди, которые не вдаются, которые не способны на логические операции. И за 20 лет у целого поколения отбили охоту к логическим операциям. То есть это совершенно одураченная масса людей, которые все лучше знают, всегда понимают, что нас окружают враги, что против нашей страны идет заговор, что все они хотят нас погубить, что мы лучше всех, что мы самые умные, что мы самые чуткие. Вокруг нас сплошные дикари, какие-то азиаты, какие-то европейцы продажные. И только мы хранители истинных ценностей. Вот представление о себе Россия, которое усердно, надо сказать, поддерживается интеллигенцией, которое тоже всячески говорит, вот у нас, вот у нас духовность, вот у нас такая прекрасная культура, куда им, до нас, вот у нас все лучше, чем у других. Все другие народы, они не такие образованные, они дикие, они из наших рук получили знания, из наших рук они получили государственность, а теперь они неблагодарные сволочи, которые смотрят на нас завистью и пытаются нас еще и чему-то учить, кто они такие. Вот логика. Она целиком вписывается вот в это представление, с которым мы сталкиваемся сегодня, в представление людей о том, что происходящее в Украине, все нормально, наши идут, наши освобождают, там нацисты, наши войска, наши мальчики там сражаются с нацистами. Вот откуда это все берется. То есть из вот этого пропагандистского котла они наконец сварили там такое ядовитое пойло, которым опоили и других, и отчасти сами себя. С другой стороны, другая как раз сторона ведь очень сильно консолидировалась. То есть Путину удалось объединить Украину и сплотить ее против себя там буквально в считанные дни. То есть и вот сейчас Украина, то есть те кадры, которые оттуда приходят, когда люди выходят на митинг против танков, то есть безоружными, когда люди останавливают колонны без оружия, то есть это все говорит о небывалом просто подъеме. То есть небывалом на самом деле сплочении народа. Вот как вы думаете, что ждет Украину не в плане там политическом и военном, хотя опять же при таком духе, ну мне кажется, можно ожидать все-таки, что Украина выстоит и победит. А что ее ждет вот в последующем? Это такой вопрос, на который я сейчас не могу ответить. И да, не могу по многим причинам не могу ответить. И главная причина состоит сейчас, если вот причина этой моей неспособности ответить, состоит в том, что мы не знаем, как долго продлиться вот это нынешнее состояние. Потому что в нынешнем состоянии настолько прозрачно и настолько четкая граница между, так сказать, абсолютным злом в лице командиров президента России, всей этой правящей верхушки и абсолютным добром в лице защитников своей страны, что у этого могут быть самые разные последствия, если это продлиться еще месяц или еще три недели, еще год. Худшее, что можно себе представить, это захват, физический захват Украины. Везде стоят какие-то танки, везде стоят российские солдаты, комендатура, оккупация, да? То есть ничего хуже для России быть не может. Это сигнал к распаду, через короткое время к распаду Российской империи. Потому что рано или поздно, нынешней Российской Федерации и всего остального, потому что рано или поздно все равно умрет Путин, и с его смертью немедленно распадется все, да? Это будет как смерть Александра Македонского, после которой немедленно началась война между наследниками, диадохами, и мы получили карту Восточного Средиземноморья, так сказать, ту, по которой потом пошли римские войска, римские легионы. Тоже ждет и Россию. Люди, я думаю, что военные люди в России должны были бы понимать, что их собственное спасение, спасение их армии и спасение единства их страны в немедленном, так сказать, повороте против своего политического руководства, в немедленной остановке этой войны, в немедленном предании суду Путина, полного состава Государственной Думы, Совета Федерации. На самом деле, вот такие прямые шаги очень просты, потому что сейчас все видно, видно, кто принял решение. Вот эта Дума, которая приняла решение, вот Совет Федерации, вот правительство, и вот аппарат президента. Все, там всего, нам всего, наверное, тысячи человек. И эту тысячу человек очень легко изолировать и предать международному суду, России вернуть достоинства, начать выплачивать репарации Украине, восстанавливать политическую целостность украинского государства, начать выплачивать репарации и так далее. то есть, дальше целая серия действий по пересмотру всего этого, всех этих изменений в Конституцию незаконных и так далее. Учредительное собрание, выборы, и Россия снова сможет стать демократической страной, дружелюбной по отношению к остальному миру, которая будет привлекательной для многих и многих людей. Вот все, что нужно сделать. На самом деле, это не так много. И для этого даже не нужна никакая внешняя интервенция. Для этого как раз сил собственных вполне хватит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok